Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В 2024 году повысят зарплаты кировских учителей и врачей и предложение ко второму чтению в законопроект об областном бюджете внес губернатор Александр Соколов. Предполагается заложить на повышение оплаты труда работников в бюджетной сферы 2 миллиарда 300 миллионов деньги пойдут на повышение минимального размера оплаты труда с 16 242 рублей до 19 242 рублей и на повышение зарплаты педагогическим работникам детсадов, школ, техникумов, училищ, учреждений для детей-сирот и дополнительного образования детей работникам учреждений культуры, врачам, среднему медперсоналу и соцработникам. Проект бюджета областные депутаты рассмотрят во втором чтении 14 декабря. 6 миллионов рублей достигла средняя цена за квартиру в новостройке Кирова. Наш город оказался на первом месте по росту цен на квартиры на первичном рынке. За год средняя цена на такое жилье в Кирове выросла на 30%. По этому показателю среди 33 крупных городов страны Киров вместе с Омском на первом месте, сообщает Forbes со ссылкой на авито-недвижимость. В среднем по стране рост 8%. Наиболее доступное жилье в Саратове, Ижевске и Туле. Самое дорогое в Москве, Сочи и Нижнем Новгороде. Недавно телеграм-канал «Строим Киров» сообщил, что стоимость квадратного метра жилья даже в чистых прудах дошла, в некоторых случаях до 200 тысяч рублей. Цитирую. «Застройщик продает остатки в панельном лакшери по 199 тысяч за квадрат за отдельные лоты». Конец цитаты. В эфире «Экономика». На ремонт автовокзала в Кирове выделят 69 миллионов. Эти деньги пойдут на то, чтобы привести в порядок здание и благоустроить территорию. Крупную сумму 76 миллионов планируют выделить из бюджета на продолжение ремонта аэропорта Победилова. 183 миллиона потратят на устройство уличного освещения в Кирове. Эти и другие траты будут утверждать депутаты областного ЗАГС собрания. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».